В эфире служба новостей Саров 24 в студии Катерина Пионова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Самая самоотверженная профессия. Медики отметили профессиональный праздник. Помощь для кошачьего приюта Мурдом получил президентский грант. 19 июня Всемирный день детского футбола. Как в Сарове готовят будущих звезд спорта. Далее расскажем по всем подробно. 19 июня в нашей стране отмечают День медицинского работника. В преддверии праздника в Саровском драматическом театре прошла торжественная церемония награждения сотрудников КБ номер 50. Подробности далее. 19 июня в России День медицинского работника. Труд медиков – это высокое служение во имя и на благо людей. Врачи, фельдшеры, медсестры самоотверженно охраняют величайшие ценности, дарованной человеку – жизнь и здоровье. В преддверии праздника в Саровском драматическом театре сотрудники КБ номер 50 отметили свой профессиональный праздник. Честность, человеколюбие, самоотверженность и высокая ответственность – вот те черты характера, которые проявляются ежедневно во время работы людей самой гуманной профессии в мире. Да, у нас и простой труд, но и радость от удовлетворения, от полученных результатов ни с чем не сравнить. Ведь счастливые глаза, получившие исцеление больного – это самая большая награда для врача. В этот день на сцену поднимались врачи, медсестры, административный персонал. Среди награжденных была Елена Тришина – старший врач отделения скорой медицинской помощи. Елена Николаевна с детства мечтала стать врачом и помогать людям. Пришла работать сразу в отделении скорой помощи, где трудится уже 12 лет. Медицинским работникам – это призвание, это специальность, которая не любит и не принимает случайных людей, людей со стороны, поскольку люди должны любить свою работу, любить людей, быть отзывчивыми, стремиться всегда помочь, никогда не проходить мимо чужой человеческой беды. Многолетняя дружба связывает КБ номер 50 и Орфятсвнеев. Ядерный центр первым пришел на помощь медикам во время пандемии коронавируса. В том числе предоставил необходимый транспорт, помогал с закупкой оборудования и оказал большую финансовую поддержку. Совместными усилиями удалось смягчить удар ковида и снизить количество смертей. Но и после пандемии совершенствование и развитие медицинской помощи остается приоритетной задачей для градообразующего предприятия. Это и оснащение, при содействии госкорпорации Росатом, оснащение современным медицинским оборудованием. Это программы цифровизации, информатизации, увеличение, повышение эффективности медицинской помощи. Это различные ремонты инфраструктуры, это помощь в приобретении служебного жилья для высококлассных специалистов, для молодых специалистов. Дань уважения на праздники отдали и ветеранам медицины. В том числе почетную грамоту КБ номер 50 получил заслуженный врач Российской Федерации, который почти 25 лет руководил нашей больницей Сергей Оков. При нем медицинское учреждение получило свой нынешний высокий статус. Сергею Борисовичу удалось сохранять медицину в непростые для нашей страны и города годы. В своем выступлении он вспомнил важные вехи из истории организации, которой отдал столько лет. Вот вы знаете, наша больница, она первая же в системе третьего главного управления. И она первая не только по дате организации, она еще первая по значимости. Потому что наши врачи первые, которые поехали на полигоны, первые стали работать с делящимися материалами, с людьми, которые работают с делящимися материалами. Первые, которые были и во многих горячих точках, мы приезжали туда, то есть там как-то совмещение вздыхает, что он приехал из старого украинского больницы, пересял. Значит, здесь будет какая-то реальная помощь. В конце торжественного мероприятия оба главных врача, и бывший, и нынешний, обратились с наставлениями к молодому поколению. Врачам, которые совсем недавно приступили к работе, поздравили их с праздником и вручили памятные подарки. Завершился праздник капустникам, который подготовили для своих коллег активисты нашей больницы. Глава города Алексей Сафонов и военный комиссар Игорь Попиков вручили орден мужества родителям старшего лейтенанта Алексея Грачева, погибшего в марте в ходе спецоперации на Украине. Встреча с родителями прошла в родной для командира мотострелкового взвода школе номер 10. Здесь уже начали создавать уголок воинской славы, посвященный герою. Вы получили лейтенантские погоны, но офицерами вам еще предстоит стать. Такие напутственные слова выпускникам Новосибирского высшего военно-командного училища, среди которых был и наш земляк Алексей Грачев, дали преподаватели. Эта фраза запала юноше в душу. Так до последней минуты Алексей останется верен служебному долгу. В марте в Саров пришло известие о гибели в ходе спецоперации вооруженных сил РФ на Украине старшего лейтенанта командира мотострелкового взвода Алексея Александровича Грачева. Никогда не от него не услышано такого грубого слова, еще что-то, скверность. Только одна доброта, взаимопомощь. У него всегда было можно доложиться. Еще общались, когда он еще был курсантом в отпусках. Я не услышал, но настроение у него было всегда такой психологический. Он всегда был готов, я не знаю, даже на самопожертвование. Отпевание погибшего состоялось 21 марта в храме в честь святых царственных страстотерпцев. В пятницу 17 июня глава города Алексей Сафонов и военный комиссар Игорь Попиков вручил родителям Алексея орден мужества. Встреча с родителями прошла в родной для командира мотострелкового взвода школе номер 10. Здесь уже начали создавать уголок воинской славы, посвященный герою. Фильм «Офицеры» был, когда я увидел сына его, танкиста. Вот, по сути дела, я ассоциировал Лёшку, вот очень такой человек. Вот для нас был как свет в оконце. Вот ушел, но где-то рядом, добрый, светлый, словно солнце. С чистым и открытым взглядом. Продолжается строительство новой детской поликлиники. Завершились установка оконных блоков, монтаж наружных сетей, водопроводы и канализация. Строители заканчивают обустройство крыльца и утепление фасада. Начались внутренние работы, штукатурка стен и проведение сетей. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Начало учебной недели с 1 сентября будет проходить с урока разговоры о важном. Вести его будут классные руководители. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что сегодня необходимость общаться со школьниками на интересующие их темы взросла. Информационное поле насыщено искаженными фактами. Развязана информационная война. В Чебоксарах прошли всероссийские соревнования по легкой атлетике. Мемориал Игнатьева, который входит в серию «Королева спорта». Мужчина и женщина разыграли по 13 комплектов наград. Нижегородская область на соревнованиях представляла студентка Сарфа Тейни Яуми Фи, воспитанница спортивной школы ИКАР Мария Девяткина. На дистанции 400 метров Саровченко заняла почетное третье место. Двух пьяных водителей поймали сотрудники ГИБДД на минувшей неделе. Кроме того, они остановили одного автомобилиста, не имеющего прав, и еще одного лишенного водительского удостоверения. Чем еще запомнилось в минувшей неделе сотрудникам правопорядка, расскажем далее. Три случая кражи велосипедов зарегистрировали сотрудники ОВД на минувшей неделе. Велотранспорт стоимостью 7 тысяч рублей похитили в подъезде дома на улице Академика Харитона. Во втором случае злоумышленник похитил велосипед в подъезде по Северному переулку, который был пристегнут противоугонным тросом. Еще одна кража произошла в доме по улице Некрасова. Специалисты рекомендуют пристегивать раму и колесо транспорта противоугонным тросом. Ну а самый надежный способ не стать жертвой злоумышленников – хранить велосипед дома, а не в подъездах. На дорогах города на прошлой неделе сотрудники ГИБДД зарегистрировали 7 ДТП с материальным ущербом и 3 ДТП с пострадавшими. Около дома 21 по улице Ленина водитель, управляя машиной «Фольксваген», при повороте налево не уступил дорогу Киа, которая двигалась во встречном направлении. В результате ДТП водитель «Фольксвагена» получил травму головы. После осмотра врачом от госпитализации отказался. Второе ДТП произошло также по проспекту Ленина у дома номер 30. «Хонда Цивик» при выезде со двора наехала на женщину-велосипедистку, у которой на дороге было преимущество. В результате несчастного случая водитель велотранспорта получила телесные повреждения в виде ушиба правой голени. После осмотра врачом КБ-50 была отпущена домой. Еще одно ДТП произошло около дома 15А по улице Шверника. «Шкода Фабия» во время проезда в жилой зоне не уступила дорогу Лади Вести, которая пользовалась преимущественным правым движением. В результате столкновения «Шкода» отбросила на припаркованную «Ауди». Водитель «Шкоды» получил сотрясение мозга и от госпитализации отказался. По данным госавтоинспекции, летом количество ДТП с участием мототранспорта остается высоким. За полгода в Нижегородской области зарегистрировано 115 ДТП с гонщиками на мотоциклах. В которых 6 человек погибли и 132 получили ранения различной степени тяжести. В связи с этим с 20 по 26 июня сотрудники ГИБДД проведут в Сарове профилактическую акцию «Мототранспорт», в рамках которой проведут беседы с водителями скутеров и мотоциклов о правилах дорожного движения и безопасности. Приют для кошек «Мордом» выиграл президентский грант с проектом «Дом, в котором мы живем». Его реализация начнется 1 июля и продлится год. На что планируют потратить средства гранта, расскажем далее. Частный приют «Мордом» открылся в городе в октябре прошлого года и сразу заявил о себе. Социальная реклама в СМИ, участие в различных акциях, организации экскурсий для всех желающих. Волонтеры приюта пользуются любой возможностью, чтобы облегчить жизнь подопечных. Из последних достижений «Мордома» победы в конкурсе президентских грантов. Реализация проекта начнется 1 июля этого года и продлится год по 30 июня 2023 года. Средства гранта будут потрачены на установку вентиляционной системы в помещении приюта, что существенно сократит риски передачи инфекции от животных друг к другу. Кроме того, заложена сумма на закупку вакцин для животных, также это оплата медицинских анализов для поступающих животных или тех котиков, которые болеют. Также деньги пойдут на систему чипирования. Планируют закупить 180 чипов, и все животные, которые будут пристраиваться с 1 июля, уже будут чипированы. Сейчас под опекой волонтеров 128 животных. Не все находятся в приюте, часть живут пока отдельно на карантине. Большинство кошек попали сюда с улиц и огородов. Кого-то подбросили из квартир. Маркус живет в Мордоме со дня открытия. Это самый контактный и игривый кот приюта. Но у него проблемы с глазами, так называемая третья века. Из-за этих особенностей хозяина для Маркуса пока не нашлось. Но скоро коту предстоит операция. Мы нашли врача-офтальмолога, который согласился взять его на операцию. Который дает нам гарантию, что все пройдет хорошо. Что у Маркусу будут глаза, как у всех котиков здоровых. И что мы надеемся, что как раз-таки это повлияет на то, что он очень быстро найдет свою семью. Потому что кот чудесный, ласковый, контактный. То есть кот идеальный. А вот Асе не повезло так, как Маркусу. Вместе с своей сестрой Тасей она попала в приют с улицы. У кошки гноились глаза, вылечить не удалось, пришлось их удалить. Недуг не мешает Асе жить полной жизнью. Она ориентируется на голос, спокойно сидит на руках и ходит в лоток. Сестра Таси за ней присматривает и оберегает. Отдают их в паре. Я считаю, подойдут людям в возрасте. Ну, вот как я, например. Потому что молодежь, ну, они, молодежи надо энергичных кошек. Эти более спокойные. Они кошечки, так называемые, диванные. Они любят, чтобы их погладили. Они любят с вами полежать. Она вот спокойно может сидеть у меня на плече, вот в вольере. Прийти в приют, пообщаться с пушистыми обитателями и выбрать себе нового члена семьи можно, предварительно связавшись с волонтерами по телефону. Плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один. Или отправив сообщение в группу Мордома ВКонтакте. Девятнадцатого июня отмечают Всемирный день детского футбола. Этот праздник появился в 2001 году благодаря соглашению между ФИФА и детским фондом ООН. Учить ребенка этой игре специалисты советуют с детства. В спортивной школе ИКАР тренеры набирают детей с восьми лет. Как идет обучение в отделении футбола, расскажем в следующем репортаже. Александр Колганов увлекся футболом в раннем детстве. В шесть лет его отдали в спортивную секцию, где зимой играли в хоккей, а летом в футбол. Но тогда юного спортсмена больше тянуло к мячу, а не к клюшке. И на протяжении всей жизни он пронес свое увлечение футболом. Александр Колганов преподавал несколько лет в частной спортивной секции. А в спортивной школе ИКАР работает тренером второй год. Моя самая главная цель, чтобы ребята развивались как личность в первую очередь. Каких-то задач, результатов, высоких достижений нет. Здесь, поскольку у нас это спортивная школа. Здесь в первую очередь, чтобы дети были занимались, были увеличены видом спорта. И как можно дольше оставались в нем. Если у ребят есть азарт и желание заниматься, будут и победы, и высокие результаты, считает тренер. В футбольной секции Александр Колганов уделяет большое внимание личностному росту ребят. Для этого он много общается с воспитанниками, ищет каждому индивидуальный подход, учит мальчишек взаимопомощи, командному духу и уважительному отношению друг к другу. В секции футбола юные спортсмены участвуют в соревнованиях различного уровня, начиная с городских мероприятий и заканчивая первенством области. По мнению Александра Колганова, занятие футболом может многое дать для ребенка. И это не только развитие физической формы, но и также мышление, креативность, быстроты реакции, концентрация внимания. Для развития этих качеств в тренировке у футболистов предусмотрены специальные упражнения. Я раньше в детстве смотрел, как играют взрослые футболисты, и мне нравится, как они играют, и хотел так же. И записался в футбол. У меня есть грамота за лучшего игрока турнира новогодняя пятерка. Мне нравится футбол. Тренер хороший, хорошо тренирует. Конечно, проигрываем, но будем скоро выигрывать. Хотел бы получить этот золотой мячик, мне очень нравится, хотел бы получить. Ну, а так-то я занимаюсь ради удовольствия, потому что мне он нравится. Перед тем, как записаться в отделение футбола спортивной школы ИКАР на новый учебный год, можно привезти ребенка в августе на предварительное знакомство с секцией. Подробную информацию можно узнать по телефону 99 393 или на сайте ИКАРа икардефиссаров.ру. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин